Ребята, всем привет! Горячие новости из Индии и моей жизни. Я всё-таки нашла парня, зожника. Удивительно, но зож существует, да, в Гуа он тоже есть. А вообще не так легко найти здесь кого-то, кто не курит, не употребляет, не пьёт. А выпуск жаркий прежде всего потому, что на улице 33 градуса, который ощущается как 36, реально наступил какой-то зной просто, аска жара здесь, как в орамбольчике. Людей всё меньше, атмосфера уже такая усталая, хотя всё ещё есть вечеринки, всё ещё есть какой-то движ, но всё равно уже многие уезжают, и я не исключение. 29 марта я еду в Мумбай на Слиппинг-бассе, потому что на поезд билеты купить практически невозможно. Я даже пыталась через агентство, купила, но мне пришло в озеро денег, поэтому я решила, ну, не стараться не попадать на знаменитые индийские поезда и просто поехать на Слиппинг-бассе. Минут 40 это арамболя до басс-стейшн, потом сажусь на автобус и 14 часов до Мумбая, то есть вечером сажусь и утром я уже приезжаю в Мумбай. Потом я там два дня провожу, не знаю, что-нибудь интересное найду. И 1 апреля я вылетаю, внимание, понимаете, не на Мальдивы, хотя билет на Мальдивы стоит всего лишь 100-150 долларов из Гуа или из Дели. Не в Катманду, в Непал, в потрясающий, супер дешёвый, ну, просто там я уже была. Не на Шри-Ланку, на которую меня зовут, потому что там я тоже уже два месяца прожила. В общем, ни в какую из ближайших стран я не захотела лететь и даже не во Вьетнам, хотя во Вьетнам я полечу позже. Я выбрала такое место, которое реально меня волнует, интересует, в котором я смогу видеть что-то, что не видела никогда в жизни получается. Вау! В общем, я потратила 32 тысячи рублей на билет из Мумбаи в Сеул с пересадкой в Дели, потому что прямой рейс из Дели стоил вообще 56 тысяч, представляете? То есть пересадка оказалась дешевле. И вот автобус, там, две ночи в Мумбаи и всё вот это ради Сеула, ради Южной Кореи, чтобы увидеть цветущую сакуру. То есть я буду гулять среди этих деревьев цветущих, среди миллиона туристов, которые приезжают в Южную Корею. Понятно, что хотелось бы в Японию, понятно, что там самый вообще iconic сакура ever, но в Японию нужна виза, её нужно получать в России, в каких-то других странах, по-моему, не получится. Но если только с ВНЖ, то ВНЖ у меня в Колумбии, а я сейчас в Индии. Поэтому было решено полететь в Южную Корею, там я тоже жила два месяца и много чего знаю, она мне очень нравится, она интересная, но это было 9 лет назад. Поэтому, в принципе, будет интересно сравнить ощущения и показать вам, и что там изменилось после карантина. И вообще корейцы такие классные, стильные, интересные, и сакура, поэтому вот будет много впечатлений и всего увлекательного. Ну вот, а чтобы найти любовь, мне пришлось обмануть систему. У меня обычно так, я покупаю билеты в другую страну, и через пару дней я знакомлюсь с кем-то, потом не хочу уезжать, моё сердце разрывается, и так повторяется несколько раз. То есть я никогда ни ради кого не меняла билеты, не меняла свои планы, и думала, что, ну, наверное, это так и должно быть. В итоге, в этот раз, вместо того, чтобы купить месяц назад, я не полетела в другую страну, не купила другие билеты, я просто забронировала отель в совсем другом месте. То есть мы сейчас находимся в Арамболе, а я забронировала на месяц жильё в Анжуне. Это, ну, 40-50 минут езды на скутере, но просто каждый раз это, конечно, сумасшествие, это далеко. Как только я это сделала, как только забронировала это жильё, отдала депозит, буквально, не знаю, там на следующий день, через день я познакомилась с Максом. Познакомились мы через чат в Телеграме, я просто спросила, какие есть ресторанчики, может быть, в которых я ещё не была, потому что я уже собиралась уезжать, и думаю, ну, надо мне перед отъездом сходить в какие-то новые места попробовать. И он мне прислал список мест интересных и спросил, не хочу ли я познакомиться. Я написала, ну, я всё-таки решила пойти вот в такой-то ресторан, приходи. И он пришёл, мы познакомились, потом вечером он написал, что как-то не очень себя чувствует, я купила чизкейк и ещё там свои любимые шоколадные шарики. Я приехала к нему на чай, мы попили чай, поболтали, и на следующий день там вот он что-то куда-то меня позвал, и, в общем, мы вот так начали друг друга куда-то звать и ходить. Поэтому мой план похудеть. Я ехала, типа, всё, сейчас по странею, вообще буду купаться, ходить в зал, там меньше есть. Он не сработал, потому что встретила Макса, мы начали ходить по кафешкам, по ресторану вместе, ну, раз мы познакомились на этой почве. И всё, я поправилась где-то ещё на 2 килограмма, то есть реально с момента, как я приехала, я стала ещё полнее. Но это неважно, потому что когда есть любовь, счастье, когда тебя принимают, такая какая-то есть, какая разница, знаете, какая разница, плюс килограмм, минус килограмм. Ну и, конечно же, Макс говорит, да никакая ты не толстая, не слушая этих комментаторов. Вот, а почему для меня так важно, чтобы человек ничего не употреблял, потому что вот это изменённое состояние, да, даже этот релакс, все сейчас очень хвалят траву, да, это классно, там у тебя ничего не болит. Ты расслабляешься, вот, типа, мне говорят, ты такая напряжённая, такая злая, вот, курни, и ты расслабишься, и у тебя всё будет хорошо, господи, ну, мне это не надо, мне нравится быть резкой, злой, любой, да, то есть любые эмоции испытывать. Я не хочу их никак глушить, я не хочу глушить ни боли, там, ни страдания, ни радость, ничего. И вот это состояние, типа, ой, я такая спокойная, релакс, там, что я покурила, зачем мне это надо? Мне просто даже лень тратить на это время и деньги, там, чтобы куда найти это всё, там, завернуть, вот сидеть, вообще просто это не моё. И люди, которые придерживаются этого стиля жизни, они тоже мне совершенно не подходят, я просто, ну, не выдержу столько времени тратить впустую, типа, сидеть, смотреть, там, как кто-то сидит, дымит, там, портит своё здоровье, вообще. Это просто не моё. Насчёт алкоголя, наоборот, я могу выпить, там, и пиво иногда могу выпить, и вино, то есть что-то, ну, вообще абсолютно нормально к этому отношусь, но тоже человек, который не тратит деньги на алкоголь, и у которого есть другие интересы, он меня привлекает намного больше, реально. Потом вот просто эти критерии я взяла за основу, и я понимаю, что да, в Гуа невозможно, все же здесь на чём-то сидят, невозможно никого найти. Потом я думаю, ну, блин, столько людей вокруг, ну, один-то точно есть, то есть один человек точно найдётся, и мне нужен всего один, то есть очень важно понимать, что мне не нужно там 100 людей, мне нужен всего один человек, поэтому вот всё. И у меня просто идеальный профайл, то есть Макс высокий, умный, спокойный, он очень спокойный и терпеливый, то есть я могу там сегодня одно, завтра другое, там, поехали куда-то, потом я передумала ехать, ещё что-то, он вообще, он такой, да, окей, вот, короче, супер просто, я очень счастлива. А ещё оказалось, что он хорошо готовит, заботливый, внимательный, умеет и поддержать, и слова правильные найти, и помолчать, когда надо. Вот, мы месяц уже провели вместе, и не пожалела я о потраченном депозите и о том, что не переехала, то есть вообще очень классное время, вот, и, конечно, всегда мне все спрашивают, а что же дальше, вы поедете дальше путешествовать, но просто иногда отношения, они вот такие, они здесь и сейчас, и не обязательно их там продолжать, вот что, обязательно там вместе куда-то ехать или как-то, ну, это не всегда так, то есть очень классно, что вот этот месяц у нас был, и всё, и этого уже достаточно. Вот, ну, на самом деле, посмотрим, то есть мне всё равно, куда лететь, я могу там, вообще, сегодня здесь, завтра там, и ему также, да, то есть он также свободен, вот, он уехал полтора года назад из России, и тоже пока не планирует возвращаться, поэтому посмотрим. Ну, вообще, главное, это испытывать радость в моменте, и особо ничего не планировать, не париться, вот, я так живу, стараюсь, конечно, не так я живу, но очень стараюсь. Вот, примерно вот так, лежишь, балдеешь, кайфуешь, пришли тебя, погладили, покормили, и всё, и всё у тебя хорошо, вот и я так же, как кошечка. Всё, спасибо за просмотр этого видео, и ждите следующих из Мумбаи, из Сеула, хотя я буду фокусироваться больше на английском канале, ну, по понятным причинам. Но если будете писать хорошие комментарии, постараюсь вас тоже не забывать. Ну, и всё самое интересное, то, что остаётся за кадром, конечно же, на Бусти и моём закрытом телеграм-канале. Обнимаю, целую, пока!